Добрый день! Добро пожаловать на канал Бадук-1. И сегодня у нас разбор второй учебной партии с Блэки Кимом Солджуном, девятым профессиональным данным. Но перед разбором у меня есть такой вопрос от Клигана. Спасибо за разбор. А не могли бы вы сделать видео о своем процессе обучения, рассказать, как оно проходит, как и почему выбрали именно этот вопрос, сколько стоит и так далее? Ну, в целом, я уже записываю третий раз, наверное, это видео, чтобы в прошлые разы слишком долго получилась вот эта вступительная часть, ответ на этот вопрос. Поэтому сокращу. Значит, я самоучка и очень долго играл просто на онлайн-серверах, где-то в районе первого кью. Потом у меня выпала возможность пару лет назад поехать в Корею и увидеть там Диану. Я ее давно знаю из Будапешта. Я там жил когда-то. И у нее там совместно проект с Кимом Солджуном. Это Академия. Значит, у меня там были дела. На два месяца я был в Корее, месяц я был в Бибе. Потом я уехал в Сеул. Сама Биба находилась на тот момент вне Сеула. И значит, мне не очень подходили условия проживания, потому что это был совмещенный. То есть, все студенты туда могут приезжать и так далее. А я лет 16 живу один. И у меня такое чувство пространства, оно как-то очень большое. Чувство территории или как это называется. В общем, я не люблю с кем-то сожительствовать, если это не какие-то личные отношения. Соответственно, вот месяц я там побыл и уехал. А потом я пытался восстановить вот эту всю программу. И год назад я думал еще раз поехать. Но именно вот те условия я вспоминал. То, что не хочется. Отдельную квартиру снять в Корее очень сложная какая-то система. Соответственно, я начал активно искать людей, которые преподают онлайн. И, в принципе, у меня есть список в профиле учителей, с кем я занимаюсь или занимался периодически. И что еще? Чем мне запомнилась Биба? Это именно сам режим обучения. То есть, как это должно, в принципе, быть для того, чтобы прогрессировать. Это регулярное решение задачек, это какие-то лекции, это партии, сыгранные со своим уровнем и разборы ошибок. И это партии с самими учителями. И вот в прошлом году, когда я начал в интернете заниматься с разными учителями, у меня начинали вырисовываться очень большие бюджеты. Там 2-3 тысячи долларов в месяц. То есть, там, каждый день, если заниматься по 2-3 часа, то получалось дорого. Я начал писать в Бибу, типа, сделайте онлайн-курс. Сделайте онлайн-курс и так далее. И в итоге сделали онлайн-курс в этом году. То есть, через полгода после того, как я их просил. Но сделали классный курс. И около 30 человек, 25-30 человек участвуют. Там есть разные группы. И как раз-таки все то же самое. То есть, решение задачек, высылаются задачки. Потом лекции есть. Партии по лигам, кто в какой лиге посели. И одна партия в месяц с учителем. Это в том пакете, который базовый. Называется он Биба онлайн-обучение. Помимо этого, они сделали Биба онлайн-обзервер. Ну, то есть, как наблюдатель. То есть, ты можешь не играть, но ты наблюдаешь игры, разборы. Получаешь лекции и задачки. А потом я попросил сделать именно... Ну, то есть, мне больше интересно заниматься с учителем напрямую. Нежели играть какие-то партии. То есть, партии я могу и так играть. Где угодно. На тайджеме или на КГСе. И мне интересно именно с учителем наиграть. Вот как бы прочувствовать, что-то понять и так далее. И сделали новый пакетж тогда именно с Блэки. Мы думали, значит, вариант два раза в неделю или три раза в неделю. И два раза в неделю я не помню. Но у нас получилось три раза в неделю 600 евро. По 90 минут. 600 в смысле не за неделю, а за месяц. Получается три раза по 90 минут. Плюс задачки. Плюс что это еще? Лекции, да. Ну, вот по ценам получается так. Почему именно с ним? Потому что, наверное, это единственный девятый профессиональный данный. К которому у меня есть доступ. Это ответ на второй вопрос. И что еще? Что тут еще было? Ну, а процесс обучения вполне такой обычный. Мне присылают задачки. Я их решаю. Есть там лекции. И плюс вот партия-разбор. И то, что я снимаю сейчас видео, это просто вот разборы наших партий с ним. В понедельник мы пропустили занятия, потому что я попросил сделать видео по комментарии к партии финала между Ильей Шикшиным и Матеушем Сурмой. На финал чемпионата Европы, да? В Германии, который был. И сегодня вот мы играли новую партию. Ну, окей. Я думаю, это более чем исчерпывающий ответ на этот вопрос. Давайте перейдем уже к партии. Так. Значит, играем мы на форе один камень. Ну, то есть, это значит, что белых нету коми. Это по моей просьбе. Так-то, наверное, камнях на трех, на четырех надо играть. Но просто хочется фусеки подтянуть. И вообще, фора плавающая. Можно ее менять в любую сторону. Поэтому я пока решил то, что будет такая. Значит, здесь я играю сверху. Так-так. Так, белый играет сюда. И здесь такой ход. Ну, нормально, как Ари. Пока ничего странного не происходит. Длинный хазами. Так. Ага, я делаю такой еще хазами. Значит, смысл такого хазами в том, чтобы начать, вот в этой зоне левой стороны сверху делать какое-то мое. Да. И здесь белый играет таким образом. То есть, чтобы черный уже никак камни свои не соединил. Я играю такой ход. Значит, ну, конечно же, я хотел, чтобы белый либо соединился, либо как-то локально сыграл, чтобы я все-таки камни соединил свои. Но этого не произошло. Белый заблокировал. И дальше я не нашел другого хода, как просто все это порезать. Но это была ошибка. Я чуть позже покажу ветки. На КГС я решил делать видео, потому что здесь все-таки ветки более хорошо организованы, нежели там на ОГС. Хотя на ОГС поинтереснее, на мой взгляд, интерфейсы. Там можно поменять что-то, цвета другие и так далее. Ну, окей, это не так важно. Значит так. Что дальше? Дальше играется, понятно, ход B5. И здесь черный реджет. То есть я здесь вовлекся в какой-то угловой вариант, который я вообще никогда в жизни не играл. Так, далее Atari. Вытягиваемся. Atari так, так и так. И это очень плохо за черных, потому что белый здесь вытягивается. Ну и черный не может его заблокировать. И более того, после этого хода белый еще может двумя камнями выбежать. Поэтому здесь приходится еще доигрывать. Вот получился такой вариант. Дальше, что было дальше? Дальше, как Ари сверху, я сыграл такой ход в надежде как-то партию обострить и использовать эффективнее свои камни на левой стороне, вот эту группу. И здесь все-таки Блэки сыграл так. Ну, это то, чего я ожидал. А дальше он упростил все. То есть здесь он не стал вытягиваться. То есть, если бы он потянулся, уже был бы совершенно другой исход. Он здесь просто нанес Atari, я пробил, он Atari, я Atari, он пробивает. И так особо угроз нет. Можно прилипнуть в правом нижнем углу. Ну, я не стал прилипать. Я сыграл такой старый Джусеки Гусейгена. Сыграл так, он закрылся и я закрылся. И дальше, что было сыграно дальше? Ага, и дальше он, конечно же, играет по левой стороне. То есть, результат обратно моим ожиданиям совершенно. Не удалось как-то задействовать эти камни. Просто сверху взял территорию. Но получил Сенте и здесь я прыгнул в угол. И это, в принципе, нормальный ход. Я спрашивал, не слишком ли это. Он говорит, да нет, нормальный ход, хороший. Так, 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 так. И здесь, после этого хода, я играю прилипание. Вот это был уже оверплей. Здесь нужно было за черных играть К4. Ну, варианты я чуть позже покажу. Подробнее. То есть, здесь я прилип. И он сыграл такой Сенте-обмен. Угрожая закушать четыре камня. Я соединился. И дальше он Ханэ. Я играю тоже Ханэ. То есть, задать черного здесь как-то получить какую-то, хоть что-нибудь. Как-то уменьшить белых. Или сократить вот эту нижнюю сторону. То есть, вот влияние этой стенки, которая от вторжения в Сан-Сан получилось у белых. Так, здесь Атари вытягивания. Он тоже вытягивается. И здесь я нашел такую комбинацию, которую он похвалил. Значит, Атари вытягивается и сюда. И здесь из-за лесенки, которую я покажу тоже позже, здесь черный не может снизу умереть. Поэтому белый играет такой вариант. Я соединяюсь, он соединяется. А здесь уже очень сложно черному найти хороший ход. Если тупо соединяться как-то этими камнями, то получается очень медленно. Вот. И поэтому я сыграл такой ход. Мне показалось, что ход хороший. Но Блэки сказал то, что есть сотни ходов лучше этого. Ну, то есть, это значит, что это полная фигня. Этот ход полная фигня. Нужно было там заедать эти два камня. Ну, к этому мы вернемся чуть позже. Так. Так. Ага, он поставил Атари. Я вытянулся. Я Атари отсюда. Я тоже вытянулся. Он сюда. Я просигналил. Опа. Он закрылся. И... Ага. Я начинаю как-то снизу что-то делать. Ищу жизнь по нижней стороне. Значит, здесь Атари. Атари вынужден пробить. И белые поднимаются. Здесь черный уже умер вот этой группой. Которая началась с того неправильного прилипания. Но, тем не менее, внизу осталась какая-то возможность. Значит, здесь я отрезаю. И чтобы... Ну, совершенно нормально. Хоть сюда. Иначе... Белый помрет. Потому что у него три дыхания. Два. Два. Один. Один. И все. Так. Дальше идем. Так. Он играет сюда. Хан Эсенте. Он добирает два камня. И я играю такой ход. И он играет такой ход. И в принципе, черному нужно добавить еще ходы внизу, чтобы выжить. Но здесь я ходов не добавляю. Потому что нет на это всего времени. Я пытаюсь что-то сделать. Вот теперь из этой центральной группы, которая умерла. Получилось вот так. Так-так-так-так-так. Он вытягивается. Я тоже вытягиваюсь. Он от Ари. Я от Ари. Он пробивает. И здесь надо Теноки. Но я здесь играю тупой ход сюда. Значит, ход этот тупой. Потому что Белый, конечно же, не будет соединяться в J7. А большие ходы на доске остались. Во-первых, внизу черный еще не живет. И во-вторых, есть Кокари сверху. Он играет... Ну, вернее, есть Семари сверху. Он играет Кокари. Я играю такой вариант. Чтобы хоть как-то здесь взять очков. И здесь, значит, у нас идет стандартная Джисеки. Вот до этого хода. То есть здесь обычно прыжок. Но я тоже это покажу. И я играю плотно. Он вытягивается. Я тоже играю плотно. Он еще. Я еще. То есть это единственная какая-то... Надежда черных как-то использовать центр. Но игра уже проиграна за черных. Игра уже проиграна. Здесь слишком большой уже получился разрыв. Учитывая то, что еще полуживая группа снизу. А, по-моему, после забирания этих камней она уже совершенно не живая. Учитывая то, что есть Адзи. Там в пункте П-2. Но, тем не менее, я продолжил здесь играть. Обострить как-то. Здесь я порезал. Он от Арии вниз. Значит, он защищается. Такой обмен. И... Ну, вот дальше из-за того, что не хватало очков, я начал уже еще сильнее обострять. И сыграл Атари отсюда. В надежде, что вот на этот ход Белый вытянется еще раз. И я заберу тогда в Ку-10 камни. Но так не произошло. И... И он здесь просто сам сыграл в Ку-10. А я его там не могу захватить. Потому что есть... Потому что просто не хватает времени на это. Время жизни камней в пункте Р-12 намного меньше, чем Белый может нарастить себе в центре. Так. Здесь что? Здесь я все-таки прыгаю. Он играет такой ход. Это Сенте. Чтобы эти камушки не отвалились. Стенка бывшая. Так-так. Так. Так-так. Так. Ну да. То есть здесь он убегает. Трешку он тоже убил. И... Здесь я пытаюсь что-то сохранить. Он соединяется. И соединяюсь. Ага. Это Сенте ход. Я сюда. Он сюда. Так. И здесь я соединился в П-2. Потому что опускание Ку-1, Ку-2. То есть это тоже Сенте за Белых. Так. 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 И... Да. Если бы я соединился, то Белый бы не мог резать так. Потому что у него было бы здесь два дыхания всего. И... Хотя давайте посмотрим. Атари сюда. Ну да. Он вынужден доесть. И я здесь забираю. То есть это разрезание бы не работало. А из-за того, что он скушал два камня, я уже не могу игнорировать. Потому что... Если я как-то отыграю, он режет. Я хожу сюда. Он отаре. Я сюда. И здесь у него уже появляются какие-то ходы. Ну то есть есть какие-то адзи. Так. Я, честно говоря, не знаю как именно. Но он бы что-нибудь там придумал. Поэтому я здесь соединился. Так. Так. Ну дальше уже полный разгром продолжается. Плюс весь центр потерян. То есть удалось только верхнюю часть сделать очки. Снизу взять. Здесь живая группа. А дальше все уже отрезано и мертвое. Окей. Давайте тогда посмотрим по веткам. Значит на этот ход я расспрашивал, что там как. Он говорит то, что популярно играть такой ход. И дальше идет так, так, так. И здесь можно тенуки. То есть черный может играть тенуки. Это нормально. Сейчас так профессионалы играют. Далее другой вариант. Это... Я начал спрашивать про... Что именно мой ход. С8 в партии. Которую я сыграл. О его природе вообще. В каких случаях он играется. И так далее. И он говорит то, что... Ну например. Если взять на примере этого варианта. Если белый играет сюда. Черный играет сюда. И после вот этой формы. Когда у белых здесь уже все супер крепко. Черные камни стоят слишком близко. Из-за того, что черные камни стоят слишком близко. Черный начал играть подальше. Именно вот пункты, которые... Ну вот, либо тот, который я сыграл. Либо повыше. Что-то типа того. Чтобы чуть-чуть подальше они были. И идея здесь... Так. А где этот вариант у меня? Если сюда... Ага. Так, так. Это было, это было. А это что? А, вот. Да. То есть, если играть так. Если бы. То есть, идея вот такая у черного. В моем ходе C8. Если белый все-таки режет здесь. То черный дальше играет кейму. А гейму, то есть. И уже какая-то простор. И не так близко к этим сильным камням. Получается так и так. Ну, играбельный вариант за черных. Вполне хорошо. Вот. И по этой причине белый здесь все-таки начал... Сыграл такой уход. Помимо этого мы рассматривали... Я спрашивал, почему он сюда не сыграл. Потому что я очень хотел, чтобы он сюда сыграл. Я бы тогда играл кейму. Вот эту. Значит, ну здесь, конечно же, я надеялся на какой-нибудь такой вариант. Но это слишком круто за черных. И здесь белый мог просто порезать вот такой формой. Так, так, так. И дальше такая получилась бы борьба, которую мы расценили в пользу белых. Потому что... Ну, окей. В пользу белых. Он сказал, в пользу белых. И мне тоже за белых больше нравится. Так. Дальше. Дальше, дальше, дальше. Где эта веточка? Ага. Так. 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 Я играю такой ход. Какие есть альтернативы этому ходу? Ага. Вот такая. Это Джосики играет такой вариант. Далее Ханы, по-моему. Да. И далее такая форма. Атари и Атари. То есть, вот это он сказал за черных. Очень хороший вариант. Это Джосики. Здесь. Ну, нормально. Да. Я спрашивал про этот ход. Является ли он когда-нибудь сентой на выбегании этого белого камушка в каких-нибудь условиях. Он сказал, что, конечно же, в большинстве случаев нет. Черный просто отдаст один камень и сделает себе большое влияние. Ну, это и так очевидно. Просто много кто смотрит. Я имею в виду разные уровни смотрят. Поэтому я уточняю такие моменты. Дальше идем. Так. Я все-таки играю так. И он говорит то, что ты, наверное, рассчитывал то, что я соединюсь. И ты сыграешь какую-нибудь такую форму. Ну, да. Я так и рассчитывал. Но получилось, что он здесь порезал. И здесь предложен вариант такого прилипания. Далее сюда-сюда. Вот это проталкивание. И здесь за белых было бы ошибкой сыграть сюда. Потому что в этом случае отари белый соединяется. Ну, и здесь эта форма. Здесь белый уже хана не может играть. А я спросил, почему не пустой треугольник. Он говорит, ну, если пустой треугольник, то можно играть так. Но это неплохо за черных. То есть, это в пользу черных. Такой был бы вариант. Он сказал, соответственно, возвращаемся. И вместо этого хода такой ход. То есть, черный проталкивает и белый проталкивает. Значит, далее черный дальше и белый дальше. Черный так, белый так. Ну, этот вариант мне очень сильно нравится. Он намного лучше, нежели у нас получился в партии. Чем он лучше? Он лучше тем, что нет никаких дефектов в этой черной стенке. И снизу у белых меньше очков. А в партии у нас получилась совершенно другая ситуация. В партии получилось то, что... Что у нас там получилось? Да, получилось вот так. То есть, в партии у белых намного больше очков снизу. Плюс черным пришлось добавлять еще ход. То есть, все это белые закончили с перевесом по очкам плюс сенте. Так, давайте вернемся. Что там еще у нас было в ветках интересного? То есть... Так, так... Ага. Ну да, это такой очень похожий вариант на то, что у нас было... Он предлагал сразу сделать такой ход. Но тогда белый мог бы играть так. И здесь уже выбор у черного. Либо играть с одной стороны выбрасывание, либо с другой. И оба варианта мы рассмотрели. Если снаружи это делать, то получается... Так, 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 так. Но мне не понравилось то, что много адзи против черных. И у белых такая крепкая структура снаружи. Мне это не понравилось за черных. Камень совершенно куда-то отвалился. И другой вариант, если с этой стороны закидывать то, что я сделал в партии... Так, 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 так... Здесь, конечно же, черный уже не может оттягиваться. Потому что это все уже большие проблемы для черного. Поэтому здесь только так. И белый играет так. Но я спросил, а почему белый все-таки должен закушать? Белый ведь может сыграть пустой треугольник. И тогда... Если черный оттянется, то... То мы посчитали тоже, что это за белого. Вариант за белого. Потому что... Инициатива черных полностью теряется. Уже белый как-то контролирует больше направление дальнейшей партии. Так что мы это оценили за черного. Он предложил такой ход... Как ответ на пустой треугольник. И... Так-так... Так-так-так... Ну так, конечно, можно играть. Но... Все равно у белых хорошо. У черных есть плотность, но странная форма. Так, эти варианты мы посмотрели. Дальше. Это то, что было сыграно в партии. Ага, я спросил, что будет, если белый просто закроется? Но здесь и так видно, что будет, если он закроется. У белого здесь не хватает... Не хватает темпа. Времени не хватает. Лесенка работает не за белых. Да, то есть... Если бы лесенка работала за белых в этом варианте... Тогда мы видим то, что здесь... Этот ход... Он мияет. Либо идет лесенка, либо... Три камушка умирают снизу. Так, а в данном случае, из-за того, что лесенки нет, то белый ничего не может сделать. Так, дальше. Что мы еще смотрели? Черный предлагал... Он предлагал черным просто соединиться здесь. Да, он сказал это хорошо за черных именно соединение. Дальше белый как-то играет так. Но он говорит, что эта форма лучше, чем форма в партии. У черных. Значит, а здесь у нас получилось... Он пробил. И он говорит, что даже здесь лучше... Не вытягивать ба-7, как я сделал в партии. А сыграть такой ход. Далее так. 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 И так. Либо суперпрочный вариант такой. За черных. Но я здесь сыграл такой ход. И это, конечно же, большая ошибка. Как мы убедились, белый все это прорезает. Да еще и в темпе. Значит, далее такой ход. Я думал, что белый будет уходить от этого варианта и сыграет так. И тогда я бы сыграл такой ход. То есть, это обостряет ситуацию. Делает ее более боевой. Потому что, когда ты позади по очкам, хочется как-то где-то обострять. И так далее. Но он сыграл простой вариант. И он сказал, если ты прям хотел тот вариант обостренно, сыграл бы сразу такой ход. И здесь, там, на пилой косуме ты вытягиваешься и получается точно такая же форма. Вот. Но я сыграл все-таки тайшу. Он сыграл так. Так, здесь пока выбора нет в этих ходах. И он говорит, ты, наверное, надеялся, что я вытянусь. Там, ты сыграешь сюда, я сыграю сюда. И ты, говорит, еще потянешься вот так. И потом еще сюда сыграешь. Ну да, я так и надеялся. Как я уже говорил, чтобы использовать свою вот эту группу. Группу C8. Но он мне не дал такой возможности. Так, далее. Здесь он нанес Atari. Это мы увидели. И здесь какая ветка у нас еще. Я спросил... Нет, вернее, он сам предложил. Он говорит, а почему бы не сыграть какую-нибудь угрозу? Так. Так. Так, так, так. Ну, вот тоже играбельный вариант. Он сказал. То есть здесь прилипнуть. Так, 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 так. А я спросил, а если еще Atari нанести? Он говорит, ну тогда пробить. А где у тебя такая угроза? Я говорю, ну та же F6. Он говорит, ну нет, ты что, F6 это совершенно мелко. Относительно там какой пануки получается у черных. Это все даже несравнимо. Ну то есть, да-да-да, имеется в виду такой обмен. Это, конечно же, за черных. Далее, я сыграл такой ход. Он так, я так. Здесь пока без изменений. Вторжение, я спросил, это неплохо в данной ситуации. Он говорит, нет, хороший ход, нормальный. Так, и здесь вместо вот этого прилипания G4, он говорит, играл бы ты просто удар в плечо, который здесь идеально прямо работает. Он говорит, почему ты прилип? Я говорю, если бы не было там ваших камней и не было бы вот той ошибки в джосике, в результате которой белые получили слишком много в левом нижнем углу, я бы играл просто К4. Он говорит, ну ты и сейчас играй К4, это идеальный прям ход, который пригашивает зону белых. Но здесь я все-таки сыграл так. Ага, ну он мог сразу так сыграть, а сыграл он такой сперва обмен, тоже нормально. Так, так. И здесь, он говорит, вообще в таких ситуациях играют с этой стороны, но если доиграть этот вариант, у черного дальше, говорит, нет хода, потому что отари вытягивания, отари вытягивания, и здесь, если так, то просто отрезается все. Нет продолжения за черных. Поэтому изначально, говорит, не надо было тебе прилипать. Так, далее я сыграл такой ход. Здесь пока у нас... Ага, здесь он похвалил ход. Я показываю теперь ту лесенку, о которой я говорил. Значит, то есть, если белый наносит отари, черный играет сюда, и если белый вытягивается, то черный еще раз вытягивается. Такой идет отари, и такой вот ход. И здесь, соответственно, если белый будет играть так, то черный просто ставит отари, и забирает эти два камня в лесенку. То есть, у белых нет варианта, как захватить. И это круто было бы за черных слишком. Поэтому он на этот вариант не пошел, и он вместо этого просто поставил отари снизу. Он еще спросил, а что делать в таком случае за черных. Ну и здесь за черных корректно соединиться, и белых, когда режет, то просто забрать один камень. И здесь черные, это хорошо за черных, такое ко плохо для белых, из-за того, что есть ко угроза, связанная с этим разрезанием. Да, то есть, так, так, так. Поэтому тоже опасно. Вот. По этим причинам он сыграл просто максимально надежный ход отари снизу, и еще раз соединился. Вот так. Значит, далее, что он предлагал. Он сказал то, что сразу нужно забирать двушку, и предложил такой вариант. То есть, так, 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 так. Но мне это очень не понравилось, потому что у белых получается вся нижняя сторона, и плюс такой мощный выход в центр. И что здесь делать, непонятно. То есть, если здесь вытягиваться, то... Я говорю, Адзи, давайте посмотрим Адзи. Он говорит, ну, можно так сыграть, так, 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 и вот так. Я говорю, ну, низ же умирает. Он говорит, да, низ умирает, но ты зато получил камень L6. Ну, вот это максимум, что можно выжать из этого варианта за черных. Это мне тоже не понравилось. Он говорит, ну, либо просто играть Тенуки. Я говорю, а если в будущем там просто соединиться, не сразу, конечно, а в будущем, он говорит, ну, тут... Пока это, говорит, не так важно. Пока лучше сконцентрироваться на других местах. Так, теперь я сыграл этот ход, который я считал шедевром, а он сказал, что это полная ерунда. Так, здесь Атари я вытянулся. Ну, здесь все форсировано. Тут выбора особого нет. Это все форсированные ходы. Так, 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 ага, и здесь либо Тенуки он предложил. Ну, да, потому что я сразу начал это Адзи использовать. Он говорит, ну, вообще, раз уж ты решил это все использовать, то сыграл бы сперва вот этот обмен. И потом бы уже играл так. Так, значит, ну, вместо этого играл бы ты лучше Семари. Либо как-то по низу. Потому что у белых, черные еще снизу не живы. И что-то, в общем, нужно делать. Так, потому что, да, если сыграть Семари сверху, я спросил, то как, что делать снизу? Ну, он говорит, просто тогда давай посмотрим в П2. Так, так, так. И здесь за черных очень сложно уже в углу что-то придумать. Либо я спросил, а зачем этот ход П2? Давайте сразу убивать в М2. Он так подумал, подумал, посмотрел. Он говорит, хороший ход, слушай, в М2. В общем, в М2 ему тоже понравился ход. В партии, как я говорил, я выпрыгнул. Он сюда, так, а это что за ветка? А, он говорит, ну, надо было тебе отыграть обязательно этот обмен. И потом уже там то, что ты делал. Ну, и здесь, говорит, конечно же, надо было играть Семари. Хотя уже партия проиграна. Уже партия проиграна. Потому что, говорит, за белых нет смысла доедать те камни в центре. Это же кикаси обмены. Они вообще бесполезны, эти камни. Белый может снизу опять же сделать эту ситуацию. Либо там с этого хода начать. Так, а это что такое? А, он говорит, ну, никто не будет закрываться за белых. Если я закроюсь, ты же черными не будешь закрываться? То есть, закрываться за белых, это не сенте. Поэтому, белый сразу сыграл по верхней стороне. Я сыграл сюда. И он похвалил мой вариант, то, что я в углу сделал. Он говорит, ну, за белых лучше бы играть тогда вот так. Лучше делать такую, такую, такой собаки, нежели играть, как получилось в партии. Потому что в партии, ты, говорит, очень хорошо сделал себе стенку. Так, ну, это обычно Джоссеки, если играть сюда. Он говорит, я думал, ты сыграешь так. И вот так. Это старый Джоссеки. Он мне очень нравится. Но я говорю, здесь ведь останется адзи тогда, связанная с разрезанием в О-16. Здесь есть такой вот вариант. Но он не сразу в лоб играется, а там при помощи каких-нибудь поддерживающих камней. Значит, ну, то есть, белые бы сверху уже что-нибудь сделали. Поэтому я решил играть именно вот свой вариант. И он его похвалил. Хотя это уже никак не влияет на результат. Партия уже проиграна. Но, тем не менее, это хороший вариант данной ситуации за черных. Так, и вот здесь, он говорит, нужно было просто с этой стороны Атари ставить. Ставил бы ты Атари с этой стороны и дальше продолжал бы строить стенку. Но я здесь решил обострить. Думал, что получится там захватить еще эту группу. И вот, как я уже говорил, я ожидал после этого вытягивания, то, что белые еще раз вытянутся. И я тогда заберу. Он говорит, тебе нужно было после вот этого вытягивания уже, говорит, забирать камни. И тогда получилось бы что-то типа того. Так-так. Так-так-так. Так-так. Ну, говорит, за белых здесь все хорошо из-за вот этого хода. Ну, я, честно говоря, вообще в упор не видел такого хода. Значит. Дальше. Так. Я здесь вытянулся. Он, соответственно, сыграл так. И дальше. Я сыграл сюда, он сыграл сюда. Ага, это не надо. Это не надо. Он говорит, кейма неплохой ход в данном случае. То есть, если бы была сыграна кейма, то можно было бы вот так играть. И здесь бы у черных сверху получилось побольше очков, нежели в партии. Да. Заметно больше очков. Получилось бы в той ситуации. Так. Это что такое? Это мы посмотрели. Это мы посмотрели. Дальше идем. Такой ход, чтобы как-то что-то нарастить. Ну, и он тоже будет наращивать. Так, так, так. Ну, это уже какие-то попытки. Перехватить там. Он говорит, тебе нужно было здесь ставить атари. Спасать три камня обязательно. И получилось бы примерно так, 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 так. Ну, черные умирают в любом случае, но три камня хоть спас. Я говорю, так очков тогда вообще не будет у меня в центре. Он говорит, ну, тогда если я не заберу три камня, и у меня в центре не будет очков. Я говорю, ну, окей. Дальше. Так, так, так. А, ну, это, в принципе, партия. Ну, дальше уже, по-моему, веток. А, были еще ветки, да? Он говорит, если бы ты соединился. Нет, это я уже показывал, когда первый раз просматривал партию. А это что за ход? Да, 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 это тоже я показывал. Ну, окей, в принципе, все. Ветки основные я разобрал. На вопрос я ответил. Партия получилась вот такая, какая получилась. Следующая партия будет, наверное, в пятницу или в субботу у нас. Тоже выложу ее в разбор. Все, тогда спасибо за внимание. До новых встреч. Всем пока.